События очень быстро развивались, и, конечно, какая-то рефлексия, помимо какого-то переосмысления, ситуацию можно ждать спустя какое-то время, хотя бы пару дней. Ну, мне кажется, что если, опять же, не произойдет чего-то еще нового в этих всех сюжетах, то прямого влияния на эту ситуацию не будет, то есть на белорусскую ситуацию прямого влияния событий в Казахстане не будет. Кроме того, что на власти станут еще более уверены в том, что они все правильно действовали, что правильно делали, что они жестко обращались с действующими, и то, что нужно быть еще больше начинку по всем этим вопросам. Наверное, вряд ли тут можно ожидать того, что как-то власть, например, отменит референдум, хотя такие слухи уже ходят. И также вряд ли белорусы в целом перенесут казахскую ситуацию на себя и в результате, например, откажутся участвовать в референдуме, либо еще каким-то образом это серьезно повлияет на их поведение. Ну, опять же, раз посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ну, наверное, если вот все как-то более-менее быстро угаснет, то уже к референдуму могут в основном люди уже и забыть даже про эти события. Это серьезным триггером для того, чтобы вот воодушевить тех людей, которые не согласны с ситуацией в Беларуси. Это, ну, то есть вряд ли сможет реально как-то изменить настроение людей, так как все-таки Казахстан, далеко, то есть это не событие, например, если бы это было в России, да. Есть понимание, что, ну, в общем-то, здесь сами изменения в Казахстане, как, например, в Киргизстане, если вспомнить, в 2020 году, они непосредственно не повлияют на то, как будут действовать белорусские власти. Опять же, это не уменьшит количество ресурсов в руках белорусских властей. Ну, наверное, в лучшем случае это может быть просто каким-то моментом, ну, такого, ну, как бы, ну, кратковременного, да, воодушевления. Мне все-таки кажется, что для того, чтобы как-то серьезно изменилось настроение в Беларуси, должно что-то произойти вот либо в самой Беларуси, либо, может быть, в России, учитывая то, какая зависимость есть Беларуси со стороны России, может быть, в каких-то соседних странах, но Казахстан, наверное, слишком далеко, чтобы напрямую вот так повлиять на ситуацию Беларуси. Думать о транзите и даже вот прорабатывать такие механизмы власти все-таки будут вынуждены, но при этом стратегия вот и властей, ну, и, прежде всего, самого Александра Лукашенко будет заключаться в том, чтобы, ну, не делать каких-то необратимых изменений. И иметь все-таки возможность всегда эту ситуацию отыграть, ну, пытаться, по крайней мере, отыграть, и в итоге сохранить власть, если для этого будут условия, скажем, если какое-то внутреннее и внешнее давление не будет достаточно сильным, чтобы все-таки заставить его как-то вот перейти на другую должность, или каким-то образом уйти или изменить свою роль в политической системе.